Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Студенты покидают вуз и общежитие. Даггус-университет перешел на дистанционный режим обучения. Дагестанцы. Чего опасаются дагестанцы? Опрос на улицах столицы раскрывает реальную картину настроений. Лучшие управленческие кадры. Двое дагестанцев вышли в полуфинал конкурса лидеры России. Обесценивание национальной валюты, продуктовый дефицит и новая эпидемия. Падение цен на нефть и паралич мировой экономики, связанный с коронавирусом, стали для мира невиданными вызовами. Определенности пока нет ни в чем. Делать прогнозы в такой ситуации сложно. Что думают по этому поводу махачкалинцы, узнала наш корреспондент Алина Багилова. Прогнозы для курса рубля пока не радужные. А страх перед вирусом наводит смятение в умах людей. Дагестанцы не остались в стороне от паники, которой охвачен мир. Давайте узнаем, в какой степени коснулась их эта ситуация и что думают об этом сами жители города. Пока я не чувствую какой-то паники, охватившую нас. Да, да, да. Я к этому все-таки отношусь более-менее спокойно. Конечно, очень сильно переживаю за детей, за внука. Не боимся, живем в моменте. А вы? Нет, абсолютно. Что это даст паниковать? Здесь, наверное, нужно все-таки не паниковать, а все вместе собраться. В общем, вы настроены оптимистически. Ну, а по-другому и нельзя. И призываю всех тоже настраиваться оптимистически. Сложно, но сложности надо преодолевать. Как в личном плане, так и сообща вместе. Боитесь, что дойдет все-таки до нас? Нет, я не боюсь. А почему я должна бояться? В наших силах мы что можем делать? Это есть правительство, есть голова нашим. Пусть решают, да? Да, пусть решают они. Меня не боится, я не боюсь. Почему? А что будет, то будет. А что Бог задумает, то и будет. Вас не волнует? Это все искусственно, пройдет. Как вот грипп проходит, так и пройдет. Пенсии все равно получаю, не боюсь. А, черт с ним. Этот доллар никому не нужен, не вещь. Понимаете вы? Радуйтесь своими деньгами, которые вы получаете. 20 тысяч, а я пенсию получаю. А эпидемия? Ерунда. Хуже еще было. Было время. Это тоже пройдет. Что было, видали, что будет, увидели. Не боюсь. А вы? Нет, тоже нет. Просто сами народы, просто сами паники создают. Из запроса понятно, что люди, конечно, обеспокоены сложившейся ситуацией, но страхом и паникой охвачены гораздо меньше. К тому же многие скептически относятся к информации, которая идет в массы через соцсети. В связи с пандемией на дистанционное обучение перешел экономический факультет Дагестанского государственного университета. Образовательный процесс проходит по расписанию. Сформирована база телефонных номеров и электронных адресов студентов. Если у группы лекция, педагоги отправляют материал студентам на общую почту либо в чат в WhatsApp до 14.00. Именно в это время, как правило, все занятия в УЗИ завершаются. Дома ребятам дают определенное время на изучение материала. Сейчас в режиме онлайн-обучения находится около 1200 студентов. Студентам, проживающим в общежитии, было предложено временно выехать домой либо оставаться в общежитиях с условием соблюдения всех санитарно-гигиенических и профилактических мер. Учащимся, которые не имеют такой возможности, были созданы все условия для онлайн-обучения. По имеющейся на данный момент времени информации, около 70% наших студентов, проживающих в общежитиях, выехали по домам. У нас достаточно много студентов иностранцев из Сирии, из Афганистана, из Южной Кореи и многих других стран, которые не имеют возможности выехать в силу того, что и границы закрыты. Они остаются проживать в общежитии. В каждом нашем общежитии, в каждом нашем корпусе дежурят и медики. И я думаю, что и наши студенты, и наши сотрудники, и родители наших студентов могут быть уверены, что университет припримет все необходимые меры и профилактического, и санитарно-гигиенического характера. С этой же целью во избежание скопления людей на дистанционный прием граждан по личным вопросам перешло и Главное бюро медико-социальной экспертизы Республики. Лицам с тяжелой патологией услуга медико-социальной экспертизы проводится на дому или заочно по результатам медицинских заключений. Двое представителей Дагестана победили в полуфинале конкурса «Лидеры России». Победителями стали замминистра по делам молодежи Республики Патима Тамарова в специализации наука и представители группы компании «Биволекс» Шамиль Хаспулатов в специализации финансы и технологии. Победители получили образовательные сертификаты и возможность для стажировки в лучших вузах страны. Ростелеком за минувший год выявил и отразил свыше 1 миллиона внешних атак на информационные ресурсы. Самым популярным методом взлома на юге России, по словам экспертов, являются и вредоносные вирусы. Здесь самый высокий процент заражения через почтовые рассылки. Также среди осуществляющихся кибератак подбор и компрометация учетных данных, то есть логинов и паролей, используемых на интернет-ресурсах организации. Роспотребнадзор заранее начал работу по контролю за санитарным состоянием детских оздоровительных лагерей перед грядущим летним сезоном. Руководители лагерей обязали готовиться обеспечить контроль за пищевой продукцией, поставками качественных и безопасных продуктов питания и организовывать своевременную и полноценную медицинскую помощь. Всего летом планируется открыться 58 лагерей, что на 7 больше, чем в прошлом году. Это позволит более чем 20 тысячам детей отдохнуть на природе в оздоровительных целях. Завтра Всемирный день водных ресурсов. Это повод обратить общественное внимание на проблемы, связанные с охраной и чистотой водных запасов. А вопросов в этой сфере немало. Чего стоит только обмеление озера Агель в Махачкале, где погибла почти вся рыба, и проблемы с загрязнением вод Каспийского моря. В прошлом году качественной питьевой водой было обеспечено всего 63% дагестанцев, но чистая вода по-прежнему роскошь для многих. Сейчас в республике эксплуатируется около 1650 источников питьевой воды, из которых только 55 в полной мере отвечают требованиям санитарных норм и правил. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин